Субтитры сделал DimaTorzok Вот-вот, та младшая сестра моей мамы, она одна осталась у нас живой, и мы ее очень ценим и любим. Она очень добрая и сердечная, ее любят все кошки и собаки, и она любит все животных. А здесь, здесь моя комната. Здесь рабочий беспорядок. Эти картины выполнил местный художник Игорь Николаевич Румянцев. Как раз они передают под исторический момент, о котором вспоминают во время крестного хода, обретение иконности Николая Семеном Агалаковым. Как раз момент обретения, когда Агалаков находит икону на дереве, окруженную сиянием. А это первое чудо от иконы, исцеления расслабленного Иоанна, которым и являлся святитель с повелением идти в дом Агалакова, чтобы там помолиться и получить исцеление. Что он и сделал, но, правда, не сразу. Последний раз Николай явился ему с угрозами и говорил, если ты не исполнишь моего повеления, останешься больным и хуже тебе еще будет. И вот он был вынужден прибегнуть к помощи святителя и получил исцеление по своей вере, по свое покаяние. В 1383 году здесь, на берегу реки Великой, крестьянин Семен Агалаков обнаружил икону святителя Николая. Когда начались многочисленные исцеления перед иконой, слава о чудотворном образе разнеслась по Вятскому краю и далеко за ее пределами, на земле русской явилось новое чудо. Люди стали приезжать и селиться вблизи реки, чтобы иметь возможность ежедневно совершать молитву при чудотворном образом. Так, благодаря иконе в 15 веке в селе Великорецкое появился задуманный Семеном Дудиным архитектурный комплекс «Град-храм», который становится уникальной постройкой того времени. За годы советской власти он был, конечно, разграблен, но, к счастью, не окончательно уничтожен. «Сидите, сидите, я лучше тоже сяду». «Сидите, сидите, садите». «Надо ли его разлить, как палкой шелкнуть?» «Не будешь мусору заготовляешь на будущее. Мне пришлось встретить целую кучу фотографий. Люди отжили, карточки оставили. Их никто не знает. Кто тут удовлетворен? Печку не пришлось бросить. И никому не нужны они. Мы все и живем когда-то. И все карточки будут пустые, никому не нужны. Кто там, ах, улучшись она. Да главное вот то, чтобы сжечь, что неприлично. Такой-то мусор бросил бы в печку, избавился бы, а то не избавишься. «Да, я по всему миру езжу. Родом-то из Чудинова, а сейчас здесь монастырь. Мать-то у меня векрескутна. Здесь в этом храме крещеная мать у меня. Был связистом, был артиллеристом, был плотником, пильщиком, рубщиком. И теперь монахом оказался. Да, мать-ка, тихо. Все, какие монахи в мире все прожили жизнь. Наши, стоценные наши, с детства, с ранних лет. И чего уж привыкли к мирской жизни. Спустя некоторое время икона была перенесена в столицу края ради ее безопасности. Забирая икону, духовенство и краноначальники дали обещание жителям села, что ежегодно будут возвращать ее на место явления. Так была заложена одна из самых древних традиций на земле Вятской Великорецкий крестный ход. Он же не обожженный. Да нам че, надо одна треть. А я говорю, что он в печке обожгет. Да нет, задний борт, задний борт. Тут 150. Ну давай, катись в этих интеллект, иди. Пойду, подъезд. Печка, я не знаю, для чего, честно говоря. Сейчас скажу. Это вот. У нас, в связи с большим количеством паломнической, когда идут крестном ходом паломники, и где-то надо накормить людей, одна трапеза у нас не справляется. Решили вот здесь пока времянку построить, ну вот так, чтобы при случае чего, так, чтобы на подхвате все и воду согреть, приготовить, поесть и для батюшек и других прочих. И вот сейчас мы небольшую такую печечку поставим. Там, представительство, там будет зимняя трапеза у нас постоянно. А пока на период крестного хода там будет отдыхать, дневать и отдыхать священнослужители. Все. Из наших приезжих там, батюшки со всех областей, и из-за рубежа тоже приезжают. А пока на этот период у нас вот здесь будет летняя трапеза на период кормления паломников. Там не обложили полностью окна-то. Не доложен. На фасаде-то. Доложен. Это все-то мелочи. Я сейчас стою доски возить, все равно так еще будет. Ну, что-то еще будет. Эх, хочешь, мама вас переделывай. Да, мы проще сделаем. Двятская епархия решила сделать список с иконой великорецкой, которую носят крестным ходом. Вот. Ну, вот та самая, которая сама является списком. И передать ее в дар в баре, в храм, где покоятся, значит, мощи Николая Чудотворца. Это хотели сделать в нынешний крестный ход сейчас, но решили отложить на год, потому что на следующий год планируется сюда приезд патриарха Кирилла. И представительство Италии министр культуры должен быть. То есть, должно быть какое-то освещение иконы в канун праздника и торжественная передача, так скажем. Так что это откладывается на год. Ну, вот, собственно, такая история. А пишет икону? А пишу икону я. А вторую икону, ну, точно такой же список, пишет мой помощник Игорь. И она уже предполагается в другое место. Ну, я думаю, уже будет, наверное, там в дальнейшем несколько списков, то есть люди начнут заказывать такие списки. Ну, работами руководит Игумен. Доверяю этому человеку, доверяю его вкусу. Вот он в прошлом тоже художник. Ну, и опираясь, в общем-то, на его духовный опыт, не возникает этих спорных вопросов. Сюжет «Нак» и одели меня. Это из проповеди о страшном суде спасителя. Голоден, накормили меня, был раздет, одели меня, хотел пить и напоили меня. И блаженны те, которые совершили этот поступок. И поступайте так с остальными. Ибо в каждом человеке, жаждущем и голодном, в общем-то, вы оказываете длость именно самому Господу. Еврейский народ изображен. В общем-то, тут лица безымянные все. Просто как сюжет. Немножко так подновленное, скажем. По старому сюжету, по старому рисунку. Нормально. Александр. Вот что я не говорил, отец Сихонов, где столб-то вставить? А вот там вот священие будет совершаться. Вот Илья прокосил, куда вот? Я видел. Да нет, нет столб, хотят они что-то уже решили сварить чего-то. Не знаю, я сказал, говорит, столб. Когда он говорил, то сегодня? А вот туда, обедом-то нашим. А, ну, значит, надо вкопывать. Копывать. Только куда? Я там вот это... А это чтобы оно... Приготовил направление как? Оно, чтобы видно было вот с этой стороны. Вот регистрация будет вот в этой лавке церковной, и чтобы они оттуда пошли сразу вот туда. Чтобы отсюда было видно, что там крещение. Так там главное столб копать, а эту табличку-то Саша год приколачивает, так он уж приколотит как надо. А я для таблички-то уже прорубил. Так вот, куда я пойду, сюда? Сюда лицо? Так вот на это лицо, что вот выходило вот на эту вот... А конкретно столб куда поставить? На горке? А вон, отец-то Тихон, сам уйдет. Сейчас он все расскажет. В древности длительные пешеходные переходы по Вятскому краю, населенному языческими племенами, были небезопасны. Поэтому на большие расстояния люди передвигались по рекам. Так что изначально крестный ход совершался по рекам Вятки и Великой. И только во времена царствования Екатерины Второй стало безопасно идти пешком от столицы края до Великорецка и обратно. Всего надо было пройти 150 километров. С тех пор выбранный маршрут не менялся. Не поменялся и в наши дни. Крестный ход идет по той же дороге, по которой ходили наши предки. Все, вот что там. Тоже что-то дежурно. Вниз, вниз сейчас поехали. На меня, на меня. Так, левей, левей поворачивай. Садние, выворачивайся. Так, сейчас поворачиваем. Дженни, на месте стой. Выворот, я разворачиваю, только вот стелки. Так, еще, еще, еще. Вот, ну, вот. Так, сейчас смотрим. Отлично. Удобно, видно. Отлично, и ровно все, сделай все. Знаешь, твоя задача? Размеры сними и почитай, сколько здесь досок. На эту подставку. На ступеньку. На ступеньку. Дядя Иванович, а ты не хотел менять. Так она заскалит провалилась-то. Я не хотел менять лаги. В 1555 году великорецкая икона по указу Ивана Грозного была перевезена в столицу. Ее торжественно внесли в Успенки собор, где митрополит Макарий в присутствии царя и большого стечения народа совершил молебен. И на следующий день говорится в летописи «В церкви причистые, бышо, неоскудные чудеса» от образа великого чудотворца Николы. В ту пору на площади строился храм, памятник в честь Казанской победы, собор Покров-на-Рву или храм Василия Блаженного. Царь велел один из пределов храма осветить в честь великорецкой иконы. Для этого был заказан список чудотворного образа. А в 1668 году указом архиепископа Вятского и Великопермского Александра днем празднования явления иконы было установлено 6 июня. А в монастыре вы как давно? Ну, наездом я здесь с 2005-го так пришел, а в 2007-м уже, когда дочь замуж вышла, жена у меня вот давно померла, лет 16 назад, дочь замуж отдал, и в 2007-м уже на постоянно сюда пришел. Ну, ходил по слушниках, вот до строгого поста в этом году. Пострили монахи. А почему вы решили все-таки постричься? Да, по-моему, это форма жизни монастырская, монашеская форма. Это, по-моему, наивысшая форма жизни. То, что на школе учили, что там какая-то женщина, там во сне приснилось дома строить и прочее, это такой базар и лепит. Когда в России уже все было готово, были соловки полностью организованы, без этого, нам какая-то женщина там бред преподнесла и нас в школе научили этому. А тут я посмотрел, она, в принципе, задумка-то, ее не надо менять, ее надо только нам совесть свою подтянуть под эту задумку. Ведь каких коммунизмам не надо, никаких этих социальных изменений не нужно. Это реальная, нормальная такая вещь, нормальная. За годы воспитания советской власти меня смогли то ли зомбировать, то ли направить, ну вот эту идеологию в пустую убили. Поэтому она тяжело сейчас, тяжело вмещается монашеский образ жизни. Очень тяжело. Его еще надо выкуривать, у нас много пустословия, смехотвория. Но самая нормальная жизнь, она тяжелая, конечно, да. Много надо отказывать себе. Это тяжело идти по этому пути. тяжело, если реально. Но она самая действительная. То есть я теперь ощущаю, что я живу не зря. Вот так. Да, я живу не зря. Я на правильном пути. Я не скажу, что я собираюсь какие-то чудеса творить, вообще Рафим Саровский, или это. Нет. Достаточно будет какое-то внутреннее чувство самоудовлетворенности. Сейчас у меня еще этого чувства, оно иногда появляется. Можно сказать, как вот в январе или в феврале солнышко пробьется через скучки, потом раз опять затягивает. Но я это солнце видел. Я знаю, что оно есть. неэтично было, что он уже поехал, чтобы снимать все это такое. Кто-то, зачем, чтобы не было. Чувствую. 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 У тебя вопрос какой-то, ну? Да-да. Поприсаживайся, чайку попить. Бойочка, я пришел напомнить наш договор. Это чай это? Это чай это отца. Возьми там прочего. Бойочка, можно я тем огородом не буду заниматься? Ну, то есть поставлю навоз, нет, нет, ты посадишь, организуешь и все. Не сомни. Бойочка. Просто этот огород ни монастырю, ни им не нужно. Вот в чем дело. Пока не нужен, пока не нужен. Мы же живем в перспективе, не то что ни одним не было. В перспективах я же вижу, они даже не интересуются им, кто и без организации. Если у меня нет, то надо. Ну все, завтра. Ну, организуешь? В тот год я уже просто в этом удивился. Я бы в стадости, если людям был нужным, если не нужен чай. Ну, скажем, мы поехали в Вяткин, все купили. На что купили? На то, что люди пожертвовали. Мы же должны все равно что-то сами делать. Не об этом. Все, 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 все дело. Ну, это уже недостаточно все равно. Так этот огород не вынужден. Ну, а на будущий год Кликовкин уже будет его садить, и нам спасибо сказать. В тот год у него не было. Мы уже решения все наладили. Сейчас спять нельзя в таких вопросах поворачивать. В любом деле можем. А нет, надо, знаете, что надо залить кипятком. Ты организуешь все. Скажи, брать, вот так, картошку придешь, и ты можешь удалиться, пожалуйста. Только все равно можно, ты старшего кого-то назначишь из тех людей, которые у вас есть. Ну, кто-то все знает, он пока... Нет, он очень должен распахать, и он уйти должен. Нет, нет, подожди. Давайте я далеко больше. Давай пей чай. Ну, сейчас мы уже только обетят. И отдыхай. Сейчас мы к нам нашел, он там ушелся. 28 января 1918 года советским правительством был издан декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви. О специальной инструкции говорилось. Религиозные шествия, а также содержание каких бы то ни было религиозных обрядов на улицах и площадях, допускается лишь с письменного разрешения местной власти. Первые годы большевики еще боялись запретить крестный ход. Поэтому 3 июня на соборной площади Вятки собирались тысячи людей, чтобы к 6 июня дойти до Великорецка и провести там праздничный молебен на берегу реки Великой. Однако вскоре икона оказывается в руках коммунистов, ее след теряется. И с тех пор ее никто не видел. Икона не стала. А ее исчезновение послужило поводом для запрета крестного хода. Нечего стало возвращать в Великорецк. Но теперь открылась другая форма почитания православных святынь – паломничества. Паломники, следуя древней традиции, шли к месту явления чудотворного образа и несли с собой иконки святителя Николая. Для советской власти это стало сигналом для начала репрессий верующих людей и православной церкви. Начались аресты, тюремные заточения и расстрелы невинных людей. Входивших во вкус коммунистических палачей остановила начавшаяся война с фашистской Германией. В 1989 году архиепископ Хрисанф, ныне митрополит Вятский-Слободской, обратился к перестроечному правительству с просьбой о разрешении крестного хода и проведении богослужения на месте явления иконы. Богослужения разрешили, а крестный ход нет. Служили литургию, как и положено, 6 июня на берегу реки. В тот день службу совершил архиепископ Хрисанф с собором Вятского духовенства. Этот обычай вошел в практику, поэтому и сегодня Хрисанф уже в сане митрополита будет совершать праздничный молебень в этом году 18-й раз. Окрестный ход стал проходить без риска быть арестованным в 1992 году. Спустя долгие годы справедливость восторжествовала, правда, путем больших мучений, загубленных жизней и покалеченных судеб. Наступало новое время почитания русским народом чудотворной иконы. В декабре 2004 года вблизи явления иконы, был учрежден Николай Великорецкий мужской монастырь. Его настоятелем был назначен игумен Тихон, который до этого 8 лет возглавлял крестный ход. В 2008 году патриарх Московский в Сеярусе Алексей II в своем послании по случаю 600-летия Великорецкого крестного хода объявил о всероссийском статусе праздника явление иконы святителя Николая на берегу реки Великой Семеном Агалаком. ПЕСНЯ 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 И от гиены избавитесь от нам Господа, умолея. Богоприятным твоим ходатайством нас с тобою воспеваем. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пожду хоть поздоровай. Кто под иконой хочет пройти, в колонну потом устоялся. Отзавелся. Так, ты на ту сторону, он с тобой в паре. Давай туда. Крест. Крест на эту сторону, за фонарем за своим. Давай, иди, иди домой. В селе будет прикладываться. Прикладываемся в селе. Пожалуйста, икону сюда. Так, руковинство. Отец Макарий, отец Прокофий, берите икону. Мы очень хотели. Икону сзади, пожалуйста. Район. Да, да, да. Да, да, да. Заклоняйтесь, заклоняйтесь, заклоняйтесь. А надо еще задеть ее, да? Да нет, не обязательно. Ну, да, что-то ростом по 2 метра забудем. Все. Смиренки. 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 Смиренка. Смиренка. Я хочу вас поблагодарить, что вы принесли, вернули на место явления святую икону, что святитель Николай вернулся вместе с вами, что вашими трудами, вашими молитвами икона будет пребывать на месте своего чудесного явления. И само пришествие иконы сюда, как знамение, милосердие Божие, которое простирается на всех людей и не хочет смерти грешников, а хочет обновления и все чудеса, которые совершились в то древнее время, когда икона явилась и совершается, и поныне есть явление благодати, которая явилась в мир, благодать спасительна и даром дается эта благодать всем ищущим Бога. Желаю всем удобно расположиться, духовной радости всем. Возрадуемся единением во Христе, покровом над нами, святитель Николай, его молитвами и общей верой, которая есть для нас великое сокровище. Поэтому приобретаем это сокровище и благодарим Бога, а вас благодарим за то, что вы явили, принесли икону на место явления. Располагайтесь, храни вас Господь. Спасибо Господи. Это же мое. Сейчас духовенство. Ну если что-то передумаешь, ты что, руку положился что-ли? Пойдем тихонько, пошли по кону. Вот, она будет сейчас стоять на реке. Все нахты будет. Пойдем, пойдем, матушка, пойдем. Сергей, с берег идем. Я уже много лет хожу в этот крестный ход, в принципе, не то что по работе, не то, что по зубу души, по тому, что мне это надо, потому что это здорово. Это то место, где мысли чистятся, в голове спокойствие есть. Ну много таких вещей, которые, в принципе, в суетной жизни очень сложно застегнуть. Ходить в таком, ну, ходу крестном, когда ты вместе с верующими людьми, ты вот чувствуешь, что ты, ну, православный именно, что вот это в вере идешь. Это очень приятно. Отношение к людям изменилось, конечно. Отношение к жизни полностью изменилось. Поиск смысла жизни. Зачем вообще-то нужно все. Ну, это главное, наверное, все. Да. Зачем даже будем. Судака погуще, пожалуйста, 4 половника на 10 человек. Не, на самом деле, на самом деле, на самом деле. Пропустите, пожалуйста. Спасибо. А мужики тоже нету. Ой. А каши-то будет цельной? Нет, не может. Кашу в деле. Надо у кого просить-то? У Медведева каши на 40 тысяч. Тут у вас чубайс обещал. А Медведев, это при чем? Не чубайс, а этот, как его? Сейчас скажу. Может, не уехать? Ну, Шойгу обещал. Может, не уехать? Да. На этой интернете написано, в корме еду. Я вот второй год хожу, ни разу ничего не дарю. И вот три дня еду, и нигде мне не досталось. Нету, нету, доходи. Чтобы был упадок сил. Ладно, сейчас не чаю. А кашу где-то дают здесь, нет? Ели? Хорошо. На 4 бочка. Не ложите. На минимум на 102 человека. 400 человек минимум покормили. Завтра на завтрак и на обед на 400. Первый раз посещаю Великолепский крестный ход. Очень рад тому, что попал. Всем рекомендую. Хорошее испытание для себя. Для укрепления своей веры. Дорога была сложной. Но, тем не менее, каждый на своем пути сделал какие-то выводы о себе, о близких своих людях. А вообще, о жизни в целом. Кто-то показался с лучшей стороны, кто-то с худшей. Но, в целом, я думаю, все поняли, в чем суть крестного хода. Я посмотрел немного на людей, на взаимоотношения между друг другом. Что происходит именно в таком обществе. Что происходит в религии, в христианстве. Я думаю, что, скорее всего, это определенный этап в моей жизни, когда мне хотелось приблизиться к религии. И познать что-то новое, конечно. Еще, конечно, дорога не закончена. Нас ждет обратное возвращение в Киров. Поэтому еще дополнительный путь. Мы идем с современным оборудованием, мы идем с палатками, с газовыми горелками. У нас полно еды. Мы от этого через день практически умираем. Мы стаптываем все в кровь, в мозоли, промокаем до нитки. И в итоге, через буквально день-два, мы оказываемся в тех же лаптях, по факту. Мы уже не обращаем внимания на дождь, мы там снимаем, идем босиком. Мы оставляем все, что эта цивилизация за 600 лет на нас сверху навалила. И мы становимся, через буквально день-два, становимся такими же людьми, которые выходили в крестный ход 600 лет назад. И вот когда ты доходишь уже сюда, ты понимаешь, что ты приходишь совершенно другим. Ты приходишь сюда проще, чем ты выходил из дома. Ты выходил из дома цивилизованный, сильный, обеспеченный. Для тебя это было такое приключение. А ты сюда доходишь, и это уже вовсе не приключение. Это уже какая-то маленькая прожитая жизнь, причем с хорошим финалом. С таким... Ты сюда пришел, и каждый к этой святыне прикоснулся. Вот он зачем шел, и он это получил. Но просто так, без каких-то потерь, нельзя к святыне прикоснуться. Это все равно, что огнем ты должен обжечься. И человек каждый обжигается, и становится... Вот он смиреннее, он становится проще. Вот так вот. Поняла? Не вижу. В 96-м году впервые Владыка благословил предстоятеля, что был в крестном ходу. Им был отец Геннадий, почерок сейчас, Ираннах Матвей. Два года, в 96-м, 97-м ходил. С 98-го по 2005-й год я ходил предстоятелем. Там рос до двух, наверное, трех тысяч, да? А нет, в 2004-м году отец Александр Леонид Петрович в то время, видимо, сказал, что крестным ходом шло пять тысяч. Это уже в 2005-м году. Да, первые-то года все ходили больше старушки, а сейчас все больше молодежь, дети. Мужчин почти не было. Крестный ход в первые годы помещался на обычной фотографии, на простой. Ну да, там как-то вот идешь, забываешь про все заботы, про все нужды какие-то житейские. Ни о чем не думаешь, как будто отключаешься от всего. И вот такое состояние, как будто не объяснить. Вот как бы праздник для души. Вот такое состояние. Не думаешь там что-то там дома, там какие-то невзгоды или горе там, или что-ли. Ни о чем не думаешь. Только вот идешь вот как бы, даже я говорю, вот именно не объяснить это такое состояние, как бы, как праздник вот для души. Напомнишь, когда первый ты раз прошла, я тебя спросил, что ты испытала, какое чувство? Ну как-то оцениваешь крестный ход. Да. Что ты сказала? Я сказала, я раньше не знала, что такое счастье. Что такое счастье на земле, да? Угу. Состояние души, радости, блаженства, чистоты. Нам самим не очень понятно, говорят, что очищают. Тело, душу. А вы первый раз? Третий. Там что-нибудь чувствуете? Да, помогает. А как помогает? В чем? На здоровье. То есть вы чувствуете потом, да? На суставы, на ноги. Говорят, что вот, которое сухое дерево, ему отдаешь все. Говоришь, поприми там все мои невзгоды, печали, а вот просишь, желание загадываешь. Вообще первый раз, но я в это верю, поэтому я сюда вот пришла. А вы почувствовали там все деревья? Мне вообще хорошо. Мне вообще хорошо. А, вообще? Вообще хорошо. Я крестный ход прошла, водосвятия, все. Мне просто хорошо, у меня душа поет, мне кажется. Вообще я счастливей еще не была никогда. Как мне пожилые люди рассказали, что на этих соснах, вернее вот с левой стороны, вот с этой самой, вот древняя сосна, нашли икону Николая Чудотворца. Вот я сюда прихожу, как бы от этого силу получаю. Я сначала как бы слепок повиновался толпе, а потом действительно я начинаю понимать, что есть тут сила, необыкновенная сила. Материальное богатство у меня было, но оно у меня ушло. Вот, и жизнь на перекосях пошла. Ну, я пришел теменее к Богу. Я пять лет назад крестился, ну, в общем-то, жизнь, на жизнь смотрю по-другому уже. Я считаю, что большее количество людей, где молятся, там и есть сила. Один человек, он навряд ли что сделает. Сделает общая молитва. Здесь еще сохраняются языческие обычаи. Вот яркий тому пример поклонения деревьям на склоне, где было явление иконы. И это, несмотря на многочисленные проповеди духовенства и печатные издания Православной Церкви, которые объясняют невежество подобных действий и борются с этим пережитком. Есть надежда, что по мере вхождения в церковь и сознательное участие в ее таинствах, бессмысленность подобного поклонения станет очевидной для сегодняшних сторонников этого ритуала. А кульминацией праздника на реке Великой является поздняя литургия, которую совершает правящий епископ Вятской епархии, митрополит Вятский-Слободской Хрисанов. Для него эта служба является самой долгожданной и торжественной. Тысячи жителей нашей страны в этот день исповедуются и причащаются святых христовых таинств. Особенно важны это тем, которые шли крестным ходом и готовы идти в обратный путь, чтобы вернуть икону в Серафимовскую Церковь до будущего года. В 70 лет советская власть пыталась любыми способами искоренить и вытравить из своих граждан религиозное чувство и религиозное сознание. По сути, это было истребление нации. И все те, кто не хотел, чтобы нас не осталось, они никогда не могли понять русского народа, не говоря уж о любви. А если кто и любил, то всегда лишь таким, каким бы желало увидеть и каким придумал себе. Но, как показывает время, русский человек никогда не станет таким, каким бы хотели бы видеть эти люди. Он всегда будет самим собой. Ужиться русский человек может со всяким, так как много повидал, многое пережил и многое запомнил. Но ужиться с человеком – это ведь одно дело. А вот своим человеком признать – это уж совсем другое. Субтитры создавал DimaTorzok День Рождения сегодня. Он не посещал сегодня. На вашей службе. Вот, пацаны. Вот, притажане наши. Хорошо. Я бывал там у вас. Это вот Рудьяхинская, да? Ну, Рудьяхинская, да? С нашим притажаном. Можно я, с вами не подросся. Когда наша работа над фильмом заканчивалась, мы узнали, что 4 января 2011 года скончался митрополит Вятский-Слободской, Хрисанф. Поэтому сегодня была его последняя торжественная служба на берегу реки Великой. Не все знают, что в Москве музей Андрея Рублева в его запасниках находится список Великорецкой иконы. Этот список был сделан в середине 17 века и сегодня является единственным, который писался непосредственно чудотворным образом, а затем постоянно находился здесь, в этой церкви. Этот список в народе получил название «Житель». История Героголубки. История Голубки. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...